4 ноября в России отмечаются два важнейших события – День народного единства и празднования в честь Казанской иконы Божией Матери. В этот день вспоминают события 17 века, когда народное ополчение, которое возглавили Минины Пожарский, освободило Москву. Во время сбора народного ополчения жители Казани передали Пожарскому список Казанской иконы. Богоматерь стала духовной предводительницей русского народа. Благодаря заступнице небесной и нашему войску российскому наша страна до сих пор продолжает свою историю. Поэтому этот праздник необходим и важен не только для церкви, но и для всего нашего государства. По традиции в Балакове православные в этот день собрались в храме в честь иконы Божией Матери Казанская, чтобы отметить престольный праздник. Рано утром состоялась божественная литургия, которую совершил настоятель храма священник Максим Ивчук в сослужении клириков Свято-Троицкого кафедрального собора города Балакова. Затем православные верующие приняли участие в крестном ходе. В Путине отправились, размышляя о важности этого дня. Подумать о своей жизни. Хочется подумать о Родине, что дальше с ней будет. Вот я так думаю. Придает в этот день России силы единства и говорит о пользе веры. Завершающей точкой шествия стал Свято-Троицкий кафедральный собор, где верующие помолились Богородице и услышали проповедь состоятеля храма Архимандрита Амбросия. Он напомнил об истории праздника, обратив внимание и на будущее. Как небо усыпано многими звёздами, так и Россия славится многими чудотворными иконами Божьей Матери. В течение всей нашей истории мы наблюдаем заступничество казанского образа над нашим Отечеством. Сегодня наши все молитвы обращены к образу Казанской Божьей Матери в надежде на то, что и сегодня она не оставит, поможет и спасёт и Церкви, и Отечеству, и каждому из вас. В этот раз в крестном ходе участие приняли свыше 800 человек. Больше, чем в прошлом году. Многие несли с собой иконы – семейные реликвии. Для нашей семьи это важнейший праздник, потому что ещё моя прабабушка, у неё была не именно эта икона, а икона Казанской Божьей Матери. И у них в селе очень почитался этот образ. Для нас это и семейная ценность, потому что венчались мы с этой иконой, Казанской иконой Божьей Матери. 4 ноября – особый день для Русской Православной Церкви, для России и для каждого из нас. И балаковцы его отметили в единении, пройдя общим крестным ходом по улицам города.